Летом традиционно активизируются природно-очаговые заболевания. В нашем городе зафиксировали рост случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на 40% по сравнению с прошлым годом. ГЛПС – острое вирусное заболевание, протекающее с высокой температуры интоксикации организма геморрагическим синдромом и поражением почек. Его ещё называют «мышиной лихорадкой», так как разносчики – грызуны. В прошлом году, весной, во время весеннего учёта численности грызунов, у нас не было положительных находок, то есть не было грызунов, которые были носителями антигена геморрагической лихорадки, то есть они не могли быть источником для человека. В этом году у нас 25% отловленных грызунов выявлено антиген геморрагической лихорадки, то есть люди при контакте с такими мышками заболевают геморрагической лихорадкой. Поэтому в этом году у нас отмечен рост заболеваемости. Специфической вакцинации против ГЛПС не разработано, а потому меры профилактики заключаются в уничтожении мышевидных грызунов в природных очагах инфекции, предупреждении загрязнения жилищ, водоисточников и продуктов питания выделениями грызунов, диротизации жилых и производственных помещений. Природного очага клещевого энцефалита в городе нет, однако у нас всё же регистрируют болезни, передаваемые клещами – болезнь лайма или клещевой барлиоз. В этом году тоже отмечается рост, и рост значительный. Если у нас в прошлом году был единичный случай, то в этом году уже 7 случаев. Связано это с чем? Связано это с тем, что в этом году очень много клещей. Если у нас за весь в прошлый год было 295 только укушенных, это только обратившихся, за полгода этого года уже 259, то есть почти норма прошлого года. В мае было зарегистрировано три случая укусов змей и один – укусы ежа. Часто, встретив их в лесу или в черте города, люди пытаются сделать селфи с ёжиком или просто берут его на руки. Это довольно опасная затея, считает Людмила Катраева. Как и любые попытки контактировать с дикими животными, поскольку легко нарваться на зверька больного бешенства. На территории региона зафиксировали 25 случаев укусов бешеными животными с начала года. Сначала, конечно, болеют дикие животные, лисы. Они кусают кошек домашних. Кошки и лисы в основном. И последний случай в июне зарегистрирован в Арзамасском районе. То есть речь идет к чему? Что не обязательно брать в руки ежей, как вот люди пытаются селфи сделать сейчас с какими-то едикими животными. Это совершенно ни к чему. Было случаи енотов ловить пытались. С января в стране осложнилась ситуация с заболеванием корью. За этот период заразились вирусом около 3000 человек. В Сарове случаев не зафиксировали. Более того, последний случай в нашем городе регистрировали около 20 лет назад. Вспышек и крупных вирусных очагов специалисты не прогнозируют, так как высок уровень коллективного иммунитета. У нас в городе коллективный иммунитет, то есть люди охваточные вакцинации двукратные, то есть правильно привиты против кори, по данным наших наблюдений больше 97%. То есть по нормам считается, что необходимы не менее 95%. Случаев заболевания ковидом все меньше. Зафиксировали 1700 случаев. За аналогичный период прошлого года их было 17 тысяч. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.